Детская школа искусств На сцене выступали ребята, которые хорошо владеют музыкальными инструментами. Они играли на гитаре, фортепиано или, как Артем Тагиев, на аккордеоне. В музыкальной школе он занимается уже 6 лет. За это время юноша вывел свою систему подготовки к творческим выступлениям. Для того, чтобы хорошо играть, нужно заниматься по 2 часа в день как минимум. Я занимаюсь 3 часа в день. И обязательно это надо делать каждый день, иначе начнет забываться. Если рассуждать так, то я занимаюсь как раз каждый день. Зрители творческого вечера – это и друзья, и родственники, для которых выступление участников – повод для гордости. Анфиса Артихова занимается в школе искусств всего год. В концертах она пока не участвует, но всегда поддерживает своих новых друзей из хорового коллектива. Мне концерт очень понравился. На нем выступало много моих друзей. Это, в принципе, хор мальчиков. Всех я их там знаю. Мы как бы вместе ходим на хор, на старший. Мне очень понравился, как выступил старший хор мальчиков. Потом мне понравился дуэт аккордеона и фортепиано. Это тоже мои друзья Артем и Максим очень хорошо сыграли, я считаю. В Развилковской школе искусств «А ну-ка, парни» проходит уже третий год подряд. Каждый раз это небольшой, но душевный творческий вечер, который не утомляет долгим присутствием в зале, а радует песнями и мелодиями в исполнении юных учеников. По словам организатора, концерт стал доброй традицией, а название кроет в себе разные трактовки. Призыв этот, ну, скорее отстоять, может быть, и честь школы, и свою честь, представить свои умения, навыки, создать настроение. Вот такой призыв. Творческий вечер, посвященный Дню Защитника Отечества, прошел под красивые песни и приятные мелодии воспитанников Развилковской школы искусств. И пусть дети выступили на несколько дней позже самого праздника, тем самым они только продлили ощущение торжества. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова